Всем застава, с вами Тема. Игра Тату Салон 4 Шведа продолжает дарить игрокам море негативных эмоций и психическое расстройство. Пока одни ждут, когда к ним в комнату придут белые халаты, другие пробуют раскрыть секреты Люксембурга, а третьи погрязли в аниме и понях. Но сейчас не об этом. Ведь сегодня нам предстоит окунуться в мир, где бурным потоком понесутся разные события и конфликты. Мир, в котором перевернулись все старые устои, а правила сменились новыми. Мир, в котором все моря и океаны будут залиты кровью всех стран и народов. И эту историю нам поведут два американских континента. О, Пилигрим, ты ищешь в Риме Рим, но Рима нет. Великий Рим – руина. Стал Авентин могилой Авентина. А палатин – над гробием своим. Из песен древней земли. Итак, Америка. Страна, кое 20 лет назад не понаслышке познала шок Великой войны. Войны, масштаб которой затронул практически весь свет. Тот страшный конфликт длился 4 долгих года. Та война носила затяжной характер. Вся Европа была изрыта траншеями и была обмотана колючей проволокой. Именно 20 лет назад мощь пулеметов была продемонстрирована во всей красе. Тысячи солдат поднимались из окопов и шли на окопы противника. Вот толку было от таких атак ноль. США, как прямой участник конфликта, после окончания войны понял, что европейцы – это звери. Кое-готовые не загроши идеи до последнего грызть друг другу глотки. В связи с этим, в 1932 году, когда к власти пришел Рузельт, он кардинально поменял всю политику на обоих континентах Америки. И на конференции, которая прошла в Панаме, городе Кулон, северное, центральное и почти все острова Крипского моря были переданы под прямое управление США. А на юге, в городе Лиме, где был проведен южноамериканский боливарский конгресс, по решению которого все страны и территории южного континента должны были войти в состав Перу и тем самым основать единое государство. Но ввиду того, что не все страны согласились сделать это, на южном континенте вспыхнула война, которая продлилась целых три года. Конфликт по разным версиям унес от 500 тысяч и до 1 миллиона боевых потерь и от 5 миллионов гражданских потерь по всему континенту. Но ввиду того, что с самого начала конфликта США поставляло оружие странам-лоялистам, ход войны удалось переломить. К лояльным же странам относились Перу, Эквадор, Колумбия, добровольческий корпус милиции Панамы и Венесуэла. Противниками же выступили Боливия, Парагвай, Бразилия и Аргентина и Чили. Кое создали коалицию свободных южноамериканских стран. Но сейчас не об этом. На момент 1936 года в США проживало около 166 миллионов человек и 500 тысяч ненационального населения. Все новые территории, которые вошли в состав США и Боливара, считались национальными, и их население имело все необходимые права и обязанности. А теперь Старый Свет. После окончания Великой войны и Гражданской войны в России, по всему Старому Свету волной прокатились демонстрационные лозунги о том, что пролетарии всех стран должны соединиться. Так и произошло. Союз сделал свою сферу влияния на всем Старом Свете. Присоединились абсолютно все демократы, нейтралы, фашисты. Ну и в общем получилась Мишонка. Мишонка, кое воевала с эфиопами. Теперь и у Муссолини появился шанс на победу. Ну а тем временем в США Рузельт начинает основание Департамента военного планирования. Также начинается разработка долгосрочного экономического плана в условиях катастрофической Великой депрессии и нерушимой изоляции. Также налаживают работу ВПК. А армию и флот направляют на обучение и переобучение. Ну а пока США занималась проблемами логистики, внезапно приходит известие о начале гражданской войны в Германии под руководством деда Августа фон Маккензина, участника первой долбежной войны. Трудно гадать, что толкнуло деда на такой поступок, но как стало известно, старому в последние 20 лет не приходила пенсия, и поэтому он начал негодовать и устроил пенсионный дебош. Также по решению Департамента военного планирования начинают налаживать дела на обоих континентах, ведь мы должны быть готовы к любым ситуациям на нашем полушарии. 26 апреля приходит известие о том, что Япония напала на Компартию Китая, а Дания и Нидерланды вышли из Альянса. Советская сфера влияния начинает рушиться. 5 июня начинаются разработки доктрины Монро, которая разрешала вмешиваться в агрессивные дела европейцев на двух американских континентах. Также Конгресс одобрил гарантию независимости Боливара. Ну а тем временем Япония настигла участь справедливых границ. Также Франция и Италия вышли из Коминтерна. 14 августа была утверждена доктрина Монро, и за ней начались разработки серебряного плана по морским вторжениям. Ну а на Старом Свете уже вся Европа и вся Скандинавия вышли из Коминтерна. 24 октября начинается разработка тесного сотрудничества с Боливаром, ибо в скором времени мы создадим свой военный блок. 1 января 1937 года в силу вступает договор о взаимной помощи, и дабы улучшить его работу создается военный департамент. По предложениям военного департамента начинают утверждать закон о выборочной подготовке. 22 мая закон вступил в силу, и сразу начались маневры в Луизиане. Также ведутся разработки над созданием 8-дюймового ЖД-орудия. 31 июля маневры были завершены. По их итогам было ясно, что армию США надо было создавать по новой. Ну а тем временем мы отправляем в Боливар 500 пароходов для улучшения туризма в Амазонке. В армию начинают набирать женщин. По решениям Генштаба, дабы не повторять того, что было 20 лет назад, Верховное командование делает ставку на доктрину массированного штурма и начинает строительство Пентагона. После Пентагона создается департамент обороны. И 23 апреля до нас дошли известия о начале уже Второй мировой войны, где Германия и Италия развязали этот конфликт. А причина была такова, что на Муссолини свалился польский уборщик, который мыл окна над балконом, где стоял Муссолини. И тот посчитал это за диверсию и покушение. Свистнул Гитлеру, и мировой пролетариат схлестнулся с безумными безумцами. 6 мая применяется закон о флоте двух океанов. Ну а тем временем в Союзе шли чистки, и дела в Европе шли вообще не очень. Немец потихоньку брал вверх, и положение могло стать еще хуже в связи с нарастающей оппозицией Троцкого. И 29 июня СССР разделился на два социалистических лагеря. Теперь СССР возглавлял Зиновьев. И 4 июля появляется шведский альянс династия Бернадотов. Туда вступили все те, кто был доволен хоечным ботом и ванильной хойкой в целом. Туда же и вступил в Союз Сталина. После принятия закона о флоте двух океанов начинается разработка корабельного бюро. Ну а тем временем война катилась на восток. Немец взял Смоленск. И среди всего этого хаоса, который творился за океаном, в США протекала тихая и размеренная жизнь. Свою работу начинала морская комиссия. Ну и свою популярность начинает набирать Уильям Дадли Пелли. Талантливый сценарист и режиссер. Его же смешные сценки, которые зачастую носили дисбалансный характер, хоя четвертого ударными темпами набирали популярность среди масс населения. 24 февраля Союз берет руководство альянса на себя. Ибо баланса в игре не было. Только оптовые пиздели. Ну и враг стоял на поступах к Москве. Также на верфях начинают закладываться суда типа Либерити. По громким заявлениям в верфи такие суда не нуждались в заклепке или сварке. Достаточно изоленты. А там по ходу дела команда разберется. Также внезапно в войну вступает Румыния в качестве союзника Сталина. И она сумела ненадолго оттянуть захват Севастополя. 4 сентября Союзу удалось вырвать инициативу. И отныне наступала Красная Армия. Тем не менее, театральные и кинопремьеры Уильяма Дадли Пелли переросли в настоящие демонстрационные лозунги. Страна вновь начинает слушать конфедеративные высказывания и крики о необходимости и превосходстве конфедератской власти над другими. Эхо разносится по стране быстро. Американец, ты слышишь его? Эхо спичей министров конфедератов. Американец, ты слышишь его? Шипят фабриканты угля и стали. Готовят оружейные дельцы смертельный груз. Со всех углов страны звучит глаз конфедератских легионов. Война против мировой демократической диктатуры. И 14 ноября 1940 года, ровно в 8 часов утра, в США вспыхивает гражданская война. Правда, границы оставляли желать лучшего. Центр и дебри Северной Канады были под нашим контролем. Ситуация, несмотря на всю свою шаткость, была благоприятной. Практически везде мы давили северян. Также мы вышли на подступы к Вашингтону, но взять его так и не смогли. Также мы разделили демократов на две части и, не встречая практически никакого сопротивления, шли к Панаме. Тем временем демократы высадились на севере страны. На закрытие данной бреши были брошены последние резервы, кои имелись у нас на данный момент. А на западе страны дела становились все хуже. Не было ни сил, ни ресурсов на закрытие столь протяженного фронта. А на территории Мексики образовалось множество котлов. Тем временем демократы пошли в наступление. С ихней стороны была уже зарубежная поддержка. С нашей же одна винтовка на три полка и два орудия на дивизию. Но, несмотря на это, вовсю продолжали обучаться и комплектоваться новые дивизии. Большая часть страны была попросту не закрыта. Фронт с нашей стороны был пустым. А 18 мая 1941 года ситуация обернулась для нас полной катастрофой. В Теннессе демократы закрыли котел, в котором оказалось 18 дивизий. И сразу же все окруженные части начинают в ударной спешке отступать в город Мобил. 2 апреля демократы высадились в Филадельфию, а окруженные части по воде шли в Нью-Йорк. И теперь ситуация поменялась так, что было неясно, кто кого поставил раком. Конфедераты демократов или демократы конфедератов. Также тяжелая ситуация была в штате Илеонос, где 14 дивизий могли попасть в окружение. Также были замечены дивизии Боливара. А дела на юге шли не очень. Враг рвался к Лос-Анджелесу, последней столице конфедератов. А на севере нам удалось пробить позиции десанта. В скором времени его должны были сбросить в море. Американский фолькштурм отчаянно сдерживал врага на подступах к столице. Зачастую солдаты воевали палками и камнями, ибо другого попросту не было. А неподалеку от города Чикаго солдаты под руководством воена Карла пытаются создать окружение, дабы отрезать противника от Детройта, важного промышленного центра демократов. И 5 сентября Детройт был отрезан от всех линий снабжения. Но демократы не собирались сдавать город без боя. И только спустя 9 дней город пал. Теперь оставалось лишь добить недобитков в округе. В целом обстановка была шаткая, демократы били нас повсюду, но и мы не сидели сложа руки. Нам удалось взять Ванкувер. Также начинается восстановление старого золотого стандарта, что в условиях войны нам очень сильно поможет. Также хотелось упомянуть отдельно 4 дивизии конфедерации, которые отчаянно сдерживали Панамский канал и не давали пройти войскам боливара на территорию конфедерации. Также с падением Ричморда ход войны окончательно изменился в нашу сторону. Теперь наступала армия конфедерации. Ну а Ричморт сразу же стал нашей тысячелетней столицей. Теперь уже демократы Рузвельта испытывали нехватку всего. Также, дабы поднять боевой дух наших солдат, в армию вернули боевые знамена конфедерации и конфедератскую конституцию. Также мы закрыли кольцо окружения неподалеку от города Шарлотт. Теперь Ричморт был обезопасен от угрозы артналетов и атак пехоты. Также конфедераты прибегнули к той же тактике, что и северяне почти 80 лет назад, идя вдоль долины реки Миссисипи до Нового Орлеана, дабы разделить демократов на две части. Также готовится последний план наступления. Победа конфедерации была не за горами. 7 января был восстановлен золотой запас, и сразу начинаются разработки закона о выплате компенсации ветеранам и вообще всему населению страны, пострадавшему во время войны. 22 января 1941 года стал днем национальной катастрофы для обеих сторон. Из-за ложной информации агентов в Боливаре, 6-я армия была выслана по морю в Панаму. Но из-за того, что информация была не подтверждена, она была перехвачена волчьей стаей. И из 240 тысяч до Панамы добралось лишь только 40 тысяч солдат. В стране объявили один день траура, ибо дольше скорбить было некогда. Эта новость сразу же разлетелась по всей армии, и солдаты конфедерации за своих утопленных товарищей громили врага, не считаясь с потерями. Били его из всего, что было и из чего не было. Рвали и метали. Демократия еще раз доказала свою жестокость. И 31 марта 1942 года из Ричморда по всей стране транслировали по всем каналам и радио, и телевидению о полной победе конфедерации и полному уничтожению демократической диктатуры в стране. В столице был дан большой концерт и парад. Был также дан салют из 30 залпов из 1000 орудий. Для страны наступила новая эра. Победа далась нам тяжело. Конфедераты потеряли свыше 2,5 миллиона боевых потерь, а демократы потеряли 2 миллиона 800 тысяч потерь. Гражданские же потери предстояло еще подсчитать. Все территории демократов отошли к конфедерации, а боливар сделали протекторатом и наложили огромные репарации. Страна пережила самый огромный кризис за последний век. Теперь предстояло поднять страну из руин, отстроить промышленность и наладить бюрократический аппарат. Начинается планировка долгосрочного экономического плана по индустриализации страны с тотальным застроем пустых территорий промышленными комплексами. И дабы обезопасить себя от иностранных агентов и шпионажа, формируется агентство «Нелочь». Задом наперед не читать. Но миру не суждено было длиться долго. И спустя месяц Москва выдвигает свои претензии на Аляску. А это означало одно – войну со всем старым светом. В стране сразу приступили к подготовке к новой войне. Войне, которая должна была положить конец всем воинам. Также в страну вводят протекционные тарифы на торговлю. После введения налога на прибыль начинается стройка Американского научного института. И по-прежнему страна ведет подготовку к войне. Развертываются новые армии, воздушные и военно-морские флоты. Вся промышленность работает на оборону. А тем временем Союз серьезно заявил свои права на Аляску. Ситуация накаляется. Федерация пытается избежать войны. И поэтому Америка должна стать для каждого американца превыше всего. Также вводится программа процветания, дабы улучшить положение людей. А тем временем СССР начали вторые дебаты по поводу Аляски. И вот это свершилось. 15 апреля 1943 года СССР и весь его альянс объявили нам войну. Теперь против нас ополчился весь старый свет. Дивизии СБО начинают распределять по портам для их защиты. Также проводится десерегуляция банковского счета. Теперь средства не будут попадать в руки чиновникам и бандитам. Все пойдет на дела государства и госпроекты. Также на верфях начинается тотальный выпуск эсминцев последнего поколения с передовыми системами ведения огня и торпедами. Проводится приватизация долины реки Теннесси для более объемной добычи стали. А тем временем японцы все ближе подбирались к Гавайям. И ввиду данной обстановки дивизии СБО начинают распределять по портам для избежания высадок. Также вводится закон о общенациональной занятости. А тем временем наш флот контролировал центр Тихого океана, дабы замедлить продвижение противника. И как бы это ни смешно не звучало, мы начинаем искать помощь за рубежом. И ввиду того, что мы воюем со всем Старым Светом, Верховное Командование утверждает акт о защите Родины. Теперь врага на нашей территории, если он высадится, будут рвать руками и ногами. Также в портовые гарнизоны начинают поступать ЖД-орудия. Это позволит добиться монолитной защиты от любых атак. Ну и дабы поднять народный дух, страна решает почтить память Старой Конфедерации. Также, несмотря на все пережитое, Европа постигает участь справедливых границ. Утверждается строительный план о неприступных укреплениях столицы и вокруг нее. Также Конфедерация предпринимает первую попытку высадки в Микронезию при поддержке флота. Но ввиду сильной укрепленности и отсутствия авиации высадка провалилась. И тем временем в эксплуатацию вводится новый самолет-истребитель на реактивной тяге. Машина оснащена по последнему слову техники. Из-за своего передового вооружения самолет прозвали Жан-Клод как самолет. Ну а тем временем продолжался планомерный захват островов Тихого океана. Генерал Линдси Макнейер руководил элитой ВС КША. Его девятая отдельная армия состояла только из Мурпехова Стартес, чья задача была высадка на любой берег и удержание его до прихода подкреплений. 30 ноября 1945 года с Боливара пришли известия о том, что объединенные силы Альянса высадились на бразильский берег крупным десантом. В эту брешь сразу направили весь Атлантический флот, дабы взять десант в морскую блокаду. А на помощь боливарским дивизиям Астромилитарам направили 3-ю армию Конфедерации. После взятия Ивадзимы готовится план по высадке в самое сердце Японии, дабы одним точным ударом вывести ее из войны. И 21 апреля десант отправился в Японию. Девятую армию разделили на две группы. Первая должна была высадиться в пригород Токио, вторая прямиком в Осака. Как и предполагали, высадка прошла без особых проблем. Про Токио и Осака все забыли. И сразу же десант пошел вглубь внутренних островов, попутно не встречая никакого сопротивления. Но, как оказалось, мы не оценили противника как надо. Высадка Осака провалилась, а противник подтянул резервы. Пехота вела наступление в город Сейден, где у врага практически не было никаких подкреплений. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигали врага на юг, с каждым шагом приближая его к капитуляции. Японцы продолжали отчаянно сопротивляться. Во всем заслуга стойкости японцев в союзной авиации, кое утюжило наши позиции. В связи с данными событиями, для поднятия боевого духа солдат, был снят фильм под названием «Флот, который пришел надолго». Режиссером данного киношедевра был сам Уильям Дадлипелли. И 8 августа начинается наступление, которое поставит точку для Японии. 6 октября пала Хиросима. А после штурма Кокоры Япония сдалась, все ее территории отошли к конфедерации. И теперь у нас появился неплохой плацдарм для дальнейших операций. Ну а в Европе по-прежнему хойка с мясом. Очень вкусная и питательная и сытная каша. 26 декабря десант отправился в Тайвань. Криво, но Тайвань. Портовый город Гуанцюн, который прикрывали три бомжика, кои не составили каких-то проблем десанту, убежали в разные стороны. И Тайвань пала за пару дней. После Японии конфедерация планировала вернуть себе Филиппины. Также началось укрепление японского плацдарма. А 29 января десант отправился в Филиппины. 1 февраля удалось занять город Апари. И далее последовало наступление вглубь Филиппинских островов. 21 февраля взяли Маниву. А 14 марта Филиппины сдались. Дальше нам следовало захватить Ост-Индию. Десант высадился на острова и не встретил там никакого сопротивления. Один остров за другими падал перед натиском конфедерации. А в Боливаре совместно с американскими инвесторами проводится реорганизация ЖД дорог и путей снабжения. 9 марта мы высадились в Калимантан, где уже столкнулись с коалиционными силами. Также армия конфедерации совместно с астромилитаром начали свое наступление в Гвинеях. В рекордные сроки под нашим контролем оказался остров Ява. И теперь остается захватить десяток островов в Тихом океане. И мы избавимся от европейцев, кои никогда не вернутся в Тихий океан. 24 марта начинается разработка плана по захвату Кореи и открытие первого фронта в Старом Свете. И 3 мая 49 года десант отправился в Корею. И 5 мая началась осада города Пусан. В городе находились объединенные силы коалиции, кои превосходили нас числом. И когда казалось, что атака провалилась, 8 дивизий высадились справа от города. И тут же вторая группа вышла на левый берег. И Пусан взяли в блокаду. Центральная группа не смогла высадиться в город. Большая часть армии оказалась в окружении. Но несмотря на это, окруженные предприняли отчаянную атаку на город. И перекололи весь гарнизон до единого солдата. Данную битву прозвали Пусанской резнёй. В Корею сразу же направили всю третью группу армии. Их задача была дойти до Манчжурии и полностью контролировать Корею. А затем ждать дальнейших указаний. Несмотря на превосходство в авиации, продвижение шло тяжело. Китайцы стояли насмерть. Потери были страшны, но и врагу было тяжело. После долгого наступления армия вышла на границы Китая. И возвела оборонительные укрепления. И начала ждать дальнейших указаний. А тем временем, неоднократно доказав свою преданность, Боливар становится сателлитом. Мы имели с ним довольно неплохие отношения. Но в армии Боливара поднялись мятежи. Предположительно, в стране и в ее правительственной верхушке засели клуборационалисты, которые хотели настроить армию и народ против конфедерации. 13 января четвертая группа армии пошла десантом вдоль всего побережья Китая. А третья группа пошла в атаку по суше. Также был утвержден план Петарда. Ряд китайских городов сгорели в пламени атомного пожара. И десант уже высаживался на выжженные атомным пожаром берега. А тем временем первая армия готовится к высадке в Гренландию. Силы объединенных армий оказывали ожесточенное сопротивление. Тысячи солдат объединенных армий гибли под ковровыми бомбардировками конфедерации. Лишившись одной армии, противник выставлял просто-напросто еще одну армию. И такому явлению не было конца. 4 апреля Гренландия была взята. И Дания сдается и передает нам Гренландию. Также десант достигает берегов Исландии. И для более удобного вторжения в Англию было решено вторгнуться в Ирландию. Десант все ближе шел к Европе. Англичане забрасывали нас самолетами. А тем временем ирландцы успели возвести укрепления и организовать достойную оборону. А в Китае, вокруг города Чандэ, солдаты конфедерации закрыли окружение, в котором было уничтожено свыше 50 дивизий врага. 10 января оборона Белфаста была сломлена. А в город ворвался десант конфедерации. Десанту удалось взять соседние районы и взять позиции на подступах к Белфасту. Но положение с каждым днем становилось все хуже. Сказывалась тотальная нехватка боеприпасов и тотальное численное превосходство сил объединенных армий. И дабы поднять боевой дух бойцов, начались массовые награждения солдат и их командиров. Но медали не помогли удержать город. И 1 мая началась экстренная эвакуация десанта из Ирландии. Первая неудачная вызадка захлебнулась в крови. И в ответ на это командование решило отыграться в Азии. 9 мая третья группа армии пошла в наступление. 14 мая взяли Владивосток. А 20 окружили города Макао и Гонконг. И уже 21 июля шли решающие бои за последний оплот Китая, город Чунцин. 26 удалось блокировать город с гарнизоном внутри. И 29 июля Китай капитулирует. 23 октября начинается повторная подготовка к высадке. Только не в Ирландию, а в саму Англию, в город с Капа Флоу. 25 ноября десант вступил на английскую землю и встретил очередное ожесточенное сопротивление. Но данный плацдарм в Англии солдатам и их командирам сдавать было запрещено. И солдаты обеих сторон заняли глухую оборону. И в этот момент произошло немыслимое. 10 февраля 1956 года со всего Боливара понеслись радиосообщения американских гарнизонов в Боливаре, которые замолкали один за другим. Из этих сообщений стало ясно, что континентальный генерал-губернатор и по совместительству маршал Оскар Беновидис поднял восстание и объявил независимость Боливара. Все представители конфедерации, которые находились в Боливаре от почетного дипломата до простого солдата, были либо убиты или взяты в плен. После того, как про это узнал верховный главнокомандующий, он не потерпел предательства братского народа. И скрижета зубами произнес, боливарских упырей в плен не брать. Никого. Ни солдат астромилитарум, ни простых граждан. И сразу же в Панамскую цитадель были переброшен авиарезерв и первая группа армий под командованием Дугласа Маккартура. И по утвержденной директиве возмездия, Боливар должен был сгореть в пламени атомного пожара. 2 марта удар нанесли в самое сердце Боливара, в Лиму. Но бывшего континентального генерал-губернатора в городе не было. После серии атомных взрывов солдаты конфедерации начали наступление вглубь выжженного континента, попутно встречая отчаянное сопротивление солдат астромилитарум. Ну а в Азии солдаты ушли в глухую оборону, готовясь к последнему наступлению в этой войне. Усилиями солдат строились склады снабжения и железные дороги. А в гарнизоны на оккупированной территории Боливара были приняты жесткие нормы подавления, так что адепту Сарбайтес развязали руки и дали полную свободу действия против партизан. И после 8 месяцев наступления вглубь Боливара уже гремели бои за Лиму. 2 сентября столица Боливара была взята, но континентальный генерал-губернатор сбежал в Сан-Пауло. А на момент 20 декабря 1956 года большая часть континента находилась в руках конфедерации. Оставались лишь небольшая часть Аргентины и центральные регионы Бразилии. И 19 января 1957 года были нанесены последние атомные удары по Боливару. Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро были стерты с лица земли. Но несмотря на это, Боливар не принимал запросы о капитуляции. Бенавидис приказал стоять насмерть. Солдаты конфедерации уже вели бои с последним призывом Боливара фолькштурмом. Него набирали всех тех, кто мог держать оружие хотя бы одной рукой или пальцем. А те, кто не мог, их превращали в живые бомбы. А инвалидов на колясках заваривали в броню и давали им панцерфаус. Такие солдаты превращались в мини-танки. Правда, толку от них было мало. Крупнокалиберные пулеметы решетили их насквозь. И поэтому солдаты конфедерации прозвали их мяском на коляске. После взятия Сан-Пауло на утро 17 февраля штаты доложили, что Боливар разгромили. Вот так завершилась эта братоубийственная война. Конфедерация потеряла свыше 2,5 миллиона боевыми потерями. А Боливар свыше 6 миллионов боевых потерь. Но это не точно. И по разным оценкам от 20 и до 25 миллионов гражданских потерь. Точные цифры назвать не может никто. Только потому, что континент был разбомблен атомными бомбардировками. Да и считать потери предателей некому было интересно. Пусть сами считают. И после войны продолжились зачистки против остатков сопротивления и предателей-доносчиков. И даже после завершения конфликта в Америке на юге остались коммунистические клубы-рационалисты. С ними разговор тоже был коротким. А в Азии вовсю шли подготовка к финальному наступлению вглубь Старого Света, к самому сердцу врага. А 13 сентября во время очередной высадки в Дублин на подходы нашего десанта на голову врагу сбросили атомную бомбу. И благодаря этому чудесному решению высадка прошла успешно. Ирландия пала под нашим натиском. И с этого момента началась битва за Англию. В воздухе происходила мясорубка. Пилотам даже не надо было целиться. Самолеты обеих сторон падали сотнями. И 28 января американские астарты с боем захватили Ливерпуль. Вторая группа армии была направлена в Англию для дальнейшего захвата. Только как и в этот и в другие случаи захвата английского острова его опять охраняла куча бомжей, которая называла себя Королевской Гвардией. Правда на подходах к Лондону английский бот накрутил у себя дома армию. И теперь это была уже куча мало. Но Англия все равно сдалась. И вот этот момент настал. Вся армия конфедерации ждала сигнала на последнее наступление. План ДЭП как танк, разработанный и утвержденный самим Яриком Барбароссой, вошел в свою финальную стадию. В 1958 году был отдан приказ о наступлении. Десант отправился во Францию. А тысячекилометровый фронт в Азии содрогнулся от залпов миллиона орудий. И в кучу смешались земля и люди. И самолетом пролетать мешали горы мертвых тел. Благодаря скорости Испания оказалась отрезана от союзников, но по-прежнему продолжала сопротивляться. А Берлин был стерт с лица земли атомным ударом. Также представлена сводка о ходе войны. Потери конфедерации составят 3 миллиона, а потери объединенных армий составят 65 миллионов солдат всего человечества. До капитуляции Испании оставались считанные метры. На Азиатском фронте бои уже шли в Казахстане. Одновременно и дожимали недобитый итальянский сапог. Тем временем фронт уже продвигался к польским границам. А 21 мая Азиатский фронт перекатился за Урал. А 11 июня столица большевиков в ближайшей области к ней сгорели в пламени атомного пожара. А 15 августа уже вовсю гремели бои за Сталинград. И 6 октября в 4 часа дня в Вашингтон доложили, что силы объединенных армий разбили. В этот день ликовала вся страна. Теперь осталось подавить остатки сопротивления. И 7 апреля уже на мировой конференции в городе Кальяре решалась судьба мира и участников войны против конфедерации. По итогам весь мир стал одной страной. 85% верховного командования странами и армиями врага были приговорены к расстрелу. 35% генералов и адмиралов тоже приговорили к смертной казни. Ну и дальше так, по мелочи. Чиновники, министры, правительство. Кого посадили, кого уронили, кого-то даже пробили. Но это уже не важно. Конфедерация доказала свою стойкость и выносливость в этой безумной и кровопролитной войне. И победила. Вот так и завершилась история о дружбе, предательстве двух континентов. Ну а с вами был Утюг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!